Десять лет в индустрии, первый раз в Будапеште. Мы на Сигме, легендарной iGaming конференции. Я Рома, и сегодня я представляю Traffic Cardinal здесь, и приглашаю вас с собой, ребята, посмотреться вместе. Ну, что я могу сказать наверняка о Венью? Так, это то, что это хорошее место для шоу, хорошо подобранное. Здесь ништяк работают кондиционеры, а на улице ужасная жара, внутри нормально, прохладно. А еще мне нравится, что тут много места для всех, чтобы там походить, посмотреть, все такое. Здесь нет толпы, и вообще все, знаете, очень удобно, устроено, можно легко сориентироваться в пространстве. Так что супер, все, все, все супер. Это Анна из Кадам. А, в общем, конференция, первый раз в Будапеште, Анна. Каковы твои впечатления? Ну, что касается локации, я бы сказал, что место удобное для путешествий, летать удобно, куча людей здесь, прям с моего рейса, я летела из Ларнаки, с Кипра, так что, думаю, да, ну, реально удобно. А говоря о самой конфе, она поменьше, чем я ожидала, тут всего около 60 стендов, где-то так, да? 60, да, да, 60, а на Affiliate World, который будет следующий, там где-то 200 стендов, так что... Ну, для бизнеса я вижу множество партнеров, с которыми мы уже работаем, так что это всегда для меня отличная возможность поболтать со старыми друзьями, выпить. Но это, кстати, довольно крепкое бухло, да, да. Ты попробовала? Действительно крепкое. Ну, видишь, для Кадама это не испытание. Ты сама здесь со стендом? Нет, потому что это первый раз в Будапеште, и обычно мы много разговариваем, предварительно общаемся, встречаемся, немного у кого есть стенд, потому что все хотят проверить, как все пройдет первый раз. So, миссия все протестировать, да? Типа того, в следующем году посмотрим, плюс, я думаю, будет больше стендов, чем 60, и будет больше смысла для нас. Круто, что сцена здесь построена прямо напротив входа, прямо в зале. Не нужно никуда идти, садишься, слушаешь спикеров, наслаждаешься. Те люди собраны в одном месте здесь, и с легкостью можно передвигаться, получить... Спасибо большое. Получить знания, конечно, если вам хочется. Ну, либо пойти куда-нибудь за нетворкингом. Круто же. Это мой друг Санек. Саня, расскажи о конфе, какие у тебя впечатления? Ну, пока выглядит неплохо, но народу не так много, я ожидал, что конфа будет прям побольше. В сравнении с AGB в Амстере, например, не очень много рекламодателей, провайдеров. Почти попал. Как тебе в целом Будапешт, как принимающая страна для ивента такого масштаба? Да Будапешт ништяк, хорош. Люблю этот город, но не уверен, что это лучший город для проведения такой конфы. Мне кажется, Барселона круче. Почему? Ну, из-за инфраструктуры в первую очередь. Но это все равно Будапешт, но достоин. Наверное, тут дешевле. Ну и мы в итоге здесь, и все довольно неплохо. Так что нормально. Доминик, привет. Я вообще не ожидал тебя здесь встретить. И почему ты здесь? Ведь это Sigma iGaming Confa, а ты, очевидно, работаешь в рекламной сетке, которая по большей части ориентирована на адалтрав. Почему? Что ты тут делаешь? Расскажи мне, пожалуйста. Как ты знаешь, я представляю медиамбайинговую команду от TwinRed. Это адалтная сетка. И правда, сейчас мы не вполне сосредоточены на iGaming-коферах. Однако у нас много клиентов, много рекламодателей, которые очень успешны в монетизации нашего трафика, включая на iGaming-коферах. Это или ставки, или казино, или какие-то другие вещи. С точки зрения медиамбайинговой команды, мы хотим в эту сторону посмотреть, покопать. Потому что мы обычно концентрируемся только на адалте, но хотим посмотреть и в другие вертикали. Потому что мы источник, и наш трафик конвертит. Так что для нас это реально отличная, крутая возможность встретить здесь людей из казино и наладить связи какие-то. Ну, а можешь, Доминик, поделиться общим впечатлением от конфы? Я предполагаю, что этот город для тебя особенный. Да, очевидно, ведь я вообще из Венгрии. И это место, не знаешь, и число людей вообще гораздо больше, чем я ожидал. Масштаб. Обычные ивенты в адалт-индустрии близко не такие большие. Обычно все друг друга знают на адалт-конфах. А здесь, особенно для меня, большие возможности встретить новых клиентов, потенциальных партнеров. Для меня это, если быть честно, просто куча новых возможностей. Для тех, кто впервые в Будапеште, расскажи, чем этот город особенный? Ну, честно, я буду немного предзятым, потому что я здесь родился. Но это удивительный город. Он очень культурно насыщенный, богатый архитектурой. Знаешь, утром ты гуляешь или вечером, это ошеломляюще. Еда, кулинария офигенно, напитки уникальные, крутые, коктейли. Ну, все, что может тебе понадобиться. Мне кажется, что здесь очень сильно чувство единства и принадлежности к комьюнити. В целом, люди очень дружелюбные, поэтому я думаю, что каждый должен посетить Будапешт. Тут вот то, что они называют стартап-виллаж в Сигме. Здесь предприниматели могут презентовать свои стартапы, найти финансирование для своих проектов. Круто, на мой взгляд. На самом деле, один из девизов Сигмы от стартапа до крупного бизнеса. Поэтому они стараются, как я это понимаю, создать такую экосистему, то есть проекты развивать. Довольно умно с точки зрения бизнеса. И вот оно, наверное, в следующий раз вы тоже сможете зарегистрироваться и презентовать свой продукт на Сигме и найти здесь финансирование. Ну, а что, почему нет? Мы только начали. И мы хотим делать игры, которые ироничные, шутливые. Мы хотим делать это без агрессии, несмотря на противоречимость некоторых тем. Ну, например, вот мы сидим и смотрим Олимпийские игры. У каждого свое мнение на этот счет, да? Но мое мнение в том, что Олимпийские игры, уже которые проводятся пару тысяч лет, они должны поддерживать оптимальное состояние человека, показывать. А у нас теперь всякие такие, знаешь, ну, LGBT-френдли темы, да, и окей, это окей. Но сейчас мужчины соревнуются в женских видах спорта. Например, в боксе женщина. Да, ну, например. Поэтому мы сделали игру. Мы запустили где-то шесть. Шесть недель назад запустили этот концепт. Это просто гениально. Это называется Трансформеры. Это Брозефина. Брозефина главный персонаж. Королевская особа в мире LGBTQ+. Вот она, королевская особа от мира LGBTQ+. Так что, реально весело. Если ты слышишь этот особый звук, ну, весело, весело, видишь, весело. А тут вот ребятки из Малбет. И я встретил Полину. Она ответственна за платежки. Да-да-да, я ищу платежные решения и разные платежные агрегаторы. У меня такой вопрос. Сигма, Будапешт, здесь впервые проводятся. Поделись своими впечатлениями. Как тебе тут? Вообще, в городе я уже третий раз. Мне нравится. Но для Сигмы, да, это впервые. Мне нравится. И все нравится еще со вчера. Когда был вечер наград. Было круто. Восхитительная возможность встретить новых людей всяких. Да просто сказать привет партнерам, с которыми мы работаем. Чтобы, может быть, забустить наши деловые отношения. Да и просто поболтать. Полина, а расскажи, как ивент проходит в плане бизнеса. Встретила новых перспективных клиентов? Да, конечно. Нашла уже несколько клиентов. И наших партнеров тоже. Которые будут сотрудничать с нами на особых условиях. И с особыми платежными решениями по Африке. Чистый эксклюзив. Очень полезный. У Сигмы есть даже свой журнал. Ну, это прям реальный журнал на 200 страниц. Отлично отпечатанный. Вы просто посмотрите. Интересно, что журнал переведет сразу на два языка. В общем, он реально на двух языках. На английском и русском. То есть это для всех читателей. Включая аудиторию и бизнесы из русскоговорящих стран. Эмон, привет. Очень приятно встретить тебя здесь. Вижу, что тебе нравится быть прямо на месте. Наблюдать, как здесь все происходит. Можешь рассказать, как тебе этот конкретный ивент? Ты довольный первым днем? Ну, это уже 10 лет. Я всегда присутствую на собственных шоу каждый год. Встречаю клиентов, гостей. Поэтому я всегда рад в этом участвовать. Это третий год для мероприятия Sigma East Europe. Два года назад мы делали шоу в Белграде. В прошлом году были в Лимассоле на Кипре. А в этом году мы переехали в более крупное веню здесь, в Будапеште. И я думаю, что это самый недооцененный город в Европе. Ну, это ведь просто невероятно. Это прекрасное место. Очень удобно расположенное для людей из соседних стран. Я действительно счастлив этим выбором. Очень им доволен. После шоу у нас будет еще одна встреча, где мы обсудим плюсы и минусы. Потом решим, будем ли мы в будущем организовывать здесь еще раз или нет. Ты думаешь, что Восточная Европа как таковая обладает большим потенциалом? Абсолютно. Мы очень близки с этим рынком. Мы особенно хорошо знаем здешнее комьюнити. Эта аудитория действительно любит наши мероприятия. Они приезжают на каждый ивент под брендом Sigma. И на каждой конференции 30% гостей – это славяне. И мы видим действительно серьезный темп, рост в этом регионе. Поэтому считаем, что есть смысл уделять ему особое внимание. Несмотря на то, что солнце еще высоко, для нас пришло время прощаться, ребята. Ну, что могу сказать. Вы провели со мной день на Sigma в Будапеште. Я не собирался никаких заключений делать. Я только могу сказать, что мне понравилось. Особенно мне понравилось пивко. Если вы хотите рецепт успешной конференции, добавьте больше бухлишка. Сделайте нормальное кондиционирование. И привлекайте крутых людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...